И всем привет, ребят! С вами StarVac, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен информации, связанной с нашими ботами. Вчера я в первый день этих самых замечательных ботов пытался найти и не смог ничего в этом плане сделать. Но сегодня мне уже продемонстрировали и предоставили информацию, связанную с ботами. Мы вчера, ребята, сумели даже записать суперконтентичек, связанный с ними. И сегодня мы вместе с вами все это дело разберем. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиарных салф на 20 тысяч танкоинов. Для этого он строкирует аккаунтики и установит ему личный такт, тактимпэ. Дальше формировать покупку в магазине, ну и заполнить форму, которая есть в описании. Что же касаемо предоставленного контента, то спасибо Жеке Мидлычу. Он сумел записать даже целых два видоса, связанных с этими замечательными ботами, которые мы сегодня вместе с вами разберем. Может быть, не полностью. В принципе, полностью тут разбирать, наверное, нечего. Главная суть того, что на легендах есть бои, в которых больше половины игроков играют боты. Я бы даже сказал, можно так сказать, вся карта в ботах. Просто вот сейчас Жека запикался в катку. Здесь как минимум в одном бою играет из 10 игроков где-то 5-6 ботов. Как вы видите, вот если смотреть по никнеймам, да, то есть вот эти вот все никнеймы замечательные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть 7 ботов просто за одну сторону одного бота 10 с половиной тысяч ГСа. Ну и за другую сторону тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ботов. То есть по 8 ботов с каждой стороны играет в матчмейкинговой катке. Что это значит? Это значит, что это, ну, габела полная. Ну, это полная габела. То есть я, когда вводились эти боты, я думал, что, ну, блин, ну, на легендах точно их не будет. Да, но, как говорится, я ошибался. И все-таки, и все-таки, ребяточки, мы до этого вместе с вами дошли. Что теперь у нас на легендах бывают катки, где из, получается, 12 танков, да, вроде как 12 на 12 это карта. Восемь из них играет ботов. Восемь играет ботов. Что это значит в первую очередь? В первую очередь это значит, что с онлайном большие проблемы. Прям нереально большие проблемы. Если у нас уже добавляются боты на легендах, это, ну, грустно, что я могу сказать. Грустно, максимально грустно, когда вот это все дело происходит, потому что любые боты, это, ну, все равно фрифраги, это все равно не живые игроки. И любой бот, это, ну, можно так сказать, как своего рода прокачка. Да, то есть это своего рода прокачка. Они не прожимают припасы. Они с типа 50% резистами, но это все равно мясо, которое ничего не делает. Ну, вот вы видите, просто, ну, катается Жека и тут только одни мясные вот эти вот танки. Это, ну, можно сказать, приводит к тому, что происходит конкретная деградация игроков, уровня игры. Ну, и в целом ситуация с вводом ботов на легендах, ну, для меня это вообще максимально сомнительная вещь. Максимально сомнительная вещь. Как по мне, это, ну, чисто, вот знаете, как была такая тема, когда набивали, запикивали мультов матчмейкинг и на них набивали трофеи. Я вроде как даже видеоролик записывал на эту тему когда-то. Так вот, как по мне, это вот практически то же самое. То есть на ботах ты, грубо говоря, так же само можешь набивать очки, только это, можно так сказать, легальные очки. Да, то есть это все те же самые, можно так сказать, стоячие танки, которые ничего не делают. Ну, вы видите, ну, просто, ну, что это такое? Что это такое? То есть ты делаешь фри фраги постоянно 24 на 7, только это легальные фраги, потому что это типа официальные боты. Но, сути дела, это особо никакой не меняет, это все равно боты. И это все равно максимально грустно. Да, то есть за полкатки вот Жека на Воспожиге сделал 36 киллов. Но это, конечно, жестко. Это, конечно, очень жестко. За полную катку. Сейчас посмотрим, сколько за полную катку он по итогу сделал. Есть тут информация, сколько за полную катку. Ну, 60 киллов на Воспожиге, 60 киллов на легальных ботах. Ну, и вы видите, что вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ботов за его только команду играет в катке, где раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четыре, четырнадцать. То есть полкоманды ботов, полкоманды ботов. Да, я бы сказал, что это практически полный бой из ботов на легендах. На легендах. Ну, и продемонстрировал Жека еще и в Такроид такой вот замечательный видеоролик, где у нас боты типа, типа со стопроцентными резистами. Это, ну, очевидно, баг какой-то, да, визуальный, потому что, ну, не могут быть боты со стопроцентными резистами. Но, какая-то недоработочка случилась. Ну, и вот очередная катка, где у нас больше половины боя, это просто боты. Ну, вот просто мы тормозим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ботов из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тренадцать, четырнадцать. Из четырнадцати на четырнадцать по восемь ботов, короче, кидают. То есть здесь вот вы видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, это ужас. Это ужас, что я могу сказать. Это просто ужас, когда просто побольше, чем половины боя, это боты. Ну, грустно мне смотреть на эту ситуацию. Мне лично очень грустно смотреть на эту ситуацию. В первую очередь, это стопроцентная проблема онлайна. И я, честно, не понимаю идеи добавления этих ботов на легенды. Ну, в таком виде, ну, вот что это такое, что? Ну, вот это, это просто мульты. Это просто халявные мульты. Ты на них можешь фармить нереально очки. Это абуз, официальный абуз. Ты можешь просто абузить очки, только это будет легально. Они не прожимают расходки. Они ничего не могут сделать. Просто ничего. И ты можешь просто фармить жестко. В общем, я, честно, не понял абсолютной идеи добавления этих ботов. Может быть, вы поняли, да? Но я, честно, считаю, что это, ну, это ужас. Это просто ужас. Ну, вот смотрите, что это такое. Пишите свои мысли по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу ботов в матчмейкинге на легендах. Рады ли вы вот такому контенту? Высказывайте свою точку зрения. Максимально поддержьте данный видос, если вы согласны с моей точки зрения. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Присоединяйтесь в дискордичек. Ну и пишите все свои мысли в комментариях. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо Жеке за предоставленный материал. Всем удачи и всем пока.